На протяжении всей известной нам истории человечества правда была нерушимой догмой победителей. Разработанная система коллективизма настолько притупила сознание и ограничила мировоззрение, что большинство из нас принимает за истину то, что ему преподносят. Мы безоговорочно верим учебникам по истории, тому, что пишут в газетах и говорят с экранов телевизора. Настало время взглянуть на мир осознанно и узнать настоящую правду. Теория заговора В прошлом выпуске мы узнали, что для древних историков скифы и славяне были одним и тем же народом, проживавшим на одной территории, имевшим родственную культуру и религию. Скифскую Русь боялись, ее царям платили дань, а границу не решались переступать. Именно поэтому на европейских картах в этой зоне сплошное белое пятно. Но почему скифы так пугали древних персов, греков и даже римлян? Возможно, обладали особой силой или оружием, которого не было у других народов? Мы выяснили, что символы скифских священных предметов дошли до нас в обычных игральных картах. На скифскую землю с неба упали золотые предметы – плуг, ярмо, секира и чаша. Первым увидел эти вещи старший брат. Едва он подошел, чтобы поднять их, как золото запылало. По словам Геродота, упомянутые священные золотые предметы скифские цари тщательно охраняли и с благословением почитали их, принося ежегодно богатые жертвы. Зачем нужно было охранять плуг, ярмо, секиру и чашу, пусть даже сделанные из золота? Ведь известно, что в скифских курганах археологи добыли немало золотых украшений, но они почему-то не считали священными и не стали частью легенд. Может быть, эти предметы обладали уникальными свойствами? Древние рисунки и петроглифы изображают богов, держащих священные предметы, с помощью которых те побеждали мифических животных и наводили страх на простой люд. Один из артефактов назывался Ваджра. Это был двусторонний трезубец, испускающий молнии. Чем не оружие Зевса, Нептуна или славянского громеверша Перуна? В других источниках оружием богов называют золотую секиру, которая обладала не менее фантастическими возможностями поражать врагов на расстоянии. Изображения этих предметов, понятия легенды о них, сохранились среди скифов, а после перекочевали в фольклор других народов мира. Совершая графическую и символическую эволюцию в течение столетий, изображения четырех золотых артефактов преобразовались в привычные для нас знаки. Порой мы даже не задумываемся и принимаем как должное многие окружающие нас вещи. Возьмем, к примеру, обычные игральные карты. Как думаете, откуда взялись и почему изображены на них вот эти вот знаки? Пики, трефы, черви, бубны. Конечно, существует великое множество версий, объясняющих происхождение карточных мастей, но мы предполагаем, что эти знаки и есть символы тех самых священных скифских предметов. На картах Таро, которые появились гораздо раньше игральных, масти представляли вполне обыденные предметы. Самый распространенный набор – диск, посох, меч и кубок. Но откуда они появились и почему Таро считались источником тайных знаний? На этот счет существует много версий, однако, что из основных, что они были придуманы в древнем Египте, что это и есть такая вообще безумная версия, что это посланники там из космоса нам древнюю мудрость свою принесли. Конечно же, там, не зашифрованные тайные знания, как карта, особенно старший аркан, они имеют свое символическое значение. И в целом это путь героя, вот от самого низшего к пониманию самого себя, к гормонным кирам. Итак, что же получили в дар от богов скифские цари? Ермо, секиру, плуг и чашу. Секира и чаша – вполне понятные вещи для обихода человека, жившего 3000 лет назад. Но вот ермо и плуг для кочевников, какими представлены скифы того периода в исторических хрониках, должны были представлять сложность в идентификации. Что такое старинный плуг? Три палки, соединенные вместе в некое подобие треугольника, который во всех ракурсах очень похож на обычную стрелу. А золотое ермо, скорее всего, некая технологическая конструкция с замкнутым контуром. Кстати, на картах Таро вместо ромба изображен круг, символизирующий диск или монету. Я так полагаю, что это и есть ермо, стрела – это меч, посох секира, а кубок – чаша. Территорию Крыма, киевские князья и византийские цари и пришельцы с далекого гиперборейского севера называли царской скифией. Возможно, сюда и поместили предметы божественной власти. Известно, что главными местными крепостями считались Неаполь, палаки, набиты хобей. Было бы логично предположить, что столь ценные предметы, которые следовало охранять, держали именно в них. Мы постараемся проследить возможный путь древних артефактов. Прими, княжа, золотую секиру, что вместе с остальными дарами нам от богов дана, что с неба была обретена нами и на хранение нам передано. Возьми ее в руки свои и пусть десница твоя грозно ей владеет и разметывает врагов Руси-матушки. В легенде же о происхождении герба города Ярославль сказано, что золотая секира Перуна – артефакт небесной сферы, чье лезвие отражает свет, преобразуя его в губительные для врагов молнии. Где же могли спрятать золотую секиру? Она, символизирующая царскую власть и высшее знание, могла оказаться на территории нынешнего Симферополя. Здесь, утверждают археологи, можно локализовать интеллектуальный центр царской скифии. На территории Неаполя-Скифского был найден царский бассейн, в котором обнаружились мистического характера знаки, сделанные красной краской. Правда, сейчас он скрыт в целях сохранности, но вот что рассказывают о нем археологи. Это бассейн действительно во дворце, такая очень любопытная деталь, любопытный объект. Чем интересен, во-первых, таких других мы не знаем по конструкции, по оформлению, по месту, в конце концов. С изображениями тоже интересно. Там колесико такое, например, нарисовано со спицами такими. Может быть, традиционно это как символ Солнца воспринимается, солярный знак. Потом там есть такое тоже малопонятное изображение, самое большое. Это такая полоса с двумя линиями зубьев с двух сторон. Тоже надо еще разбираться детально. Ну, плюс там разные другие линии, пока мы их до конца не отмыли, пока не ясно, что это. У древних людей, в отличие от нас, ныне живущих, у них любое абсолютное изображение имело свой смысл. Тем более, вот в таких, которые нанесены на статусные вещи, на знаки власти, на золотые предметы. Не исключено, что здесь и была спрятана золотая секира. Но куда же она исчезла? Возможно, что ее спрятали в более надежный тайник, когда Крым из-за бесконечных войн стал не самым безопасным местом. На наш взгляд, предмет, обладавший необычными свойствами, могли и уничтожить, чтобы он не достался врагам. Существует легенда, повествующая, как скифский царь поручил своим сыновьям, дабы не вызвать гнев богов, избавиться от хранящегося у него оружия огромной силы, разящего подобной стреле на расстоянии. Оружие царевичи извлекли из склепа и утопили далеко в Черном море, вызвав, что примечательно, глубоководный взрыв. Правильно ли поступили наши предки, уничтожив оружие, которого сами боялись? Но ведь и сейчас многие страны пытаются запретить оружие массового поражения. Если предположить, что 2000 лет назад уже были технологии, способные уничтожить мир, хочется лишь снова процитировать Вильгельма Швебеля. Кто много говорит о неповторимости, тот плохо знает историю. В отличие от других божественных предметов, золотое ермо осталось в современном обиходе. Гривна, оригинальные украшения и одновременно древние деньги. Вот как она выглядела в стародавние времена, типичное ермо, только на человеческую шею. Начав собирать сведения о золотом ерме, мы выяснили, что в Симферопольском районе есть скифское городище с одноименным названием. Историки и археологи затруднились ответить нам, почему его именуют именно так. И мы решили узнать это на месте. Когда-то на этом склоне кипела торговая жизнь, и денежные потоки со всех окрестных земель стекались сюда. Поэтому неудивительно, что у скифов это место четко ассоциировалось с денежными знаками, главной из которых была, конечно, гривна или ермо. Кстати, довольно долгая жизнь этого городища, ну что-то около тысячи лет, свидетельствует об особом отношении к нему людей и даже о его сокровенности. В окрестностях городища были найдены фрагменты керамических сосудов, наконечники стрел, остатки каменных жилищ и многочисленные хозяйственные ямы. Никакое ермо в отчетах экспедиции не упоминается. Впрочем, было бы удивительно, если бы священный предмет, обладающий особыми свойствами, археологи представили общественности. Ты видишь, копали-копали, копали-копали, непонятно, что-то нашли, не нашли. Ну, вроде как череп, черепки какие-то и череп. Ну, видно, что захоронения были с животными, даже черепок чей-то. Похоже на череп большой собаки. Да, ну или карликовой лошади. В музее имени Пушкина в Москве хранится троянская диадема из чистого золота. Считается, что она попала в Трую из Египта и стала подарком Париса Елене Прекрасной. Головной убор называли ермо и использовали в качестве оружия. Он усиливал солнечный свет и испускал тепловой луч, способный сжигать все на своем пути. Кстати, в некоторых колодах Таро отчетливо просматривается именно солнечный диск, внутри которого изображали либо пентакль, либо калаврат – символ древних славян. Мы предполагаем, что когда скифы покорили Египет, они взяли ермо с собой в качестве мощного оружия и по какой-то причине оставили священный предмет в долине царей. Но изначально золотое ермо могли хранить в этом ущелье. А вот, кстати, и подсказка. В былинах о русской земле часто можно встретить историю, как богатырей, да запрягали в плуг змея Горыныча, да и делали гигантские борозды. Змей исчез, а борозды остались в виде валов и поныне именуемых змеинами. Мы нашли даже технические характеристики плуга весом в 300 пудов. Если перевести в привычные измерения, получится почти 5 тонн. Коль змея, роющая землю, лишь метафора, как говорят историки, то зачем авторам сказок понадобилось указывать точную массу плуга? Странно, не правда ли? А быть может, такой плуг существовал в реальности? Мы полагаем, что плуг, упомянутый в славянских сказках, один из предметов, подаренных скифом богами. Во-первых, только в скифских легендах говорится о том, откуда он появился, а во-вторых, образование валов относится как раз к скифскому периоду. В предании Никите Кожемяке говорится, с помощью змеи волшебного плуга он от восхода до захода солнца обозначил границы с земель русских. До наших дней сохранились не все змеевые валы, но их достаточно для того, чтобы представить объем работ. Дабы распахать тысячу километров через леса, болота и реки за 15 часов, змей должен был двигаться со скоростью не менее 70 километров в час. Современный плуг имеет массу в несколько сотен килограмм, а 5 тонн весит сам трактор, но ему не по силу двигаться с такой скоростью по пересеченной местности, да еще при этом вспахивать землю. Высота валов около 5 метров, ширина 10. Сколько нужно было согнать народу, если представить, что все это, как заверяют историки, делалось вручную? Загадка из той же серии, что и строительство египетских пирамид. Напрашивается два вывода. Либо драконы жили на самом деле, либо существовала некая машина с поистине уникальными возможностями. Валы, говорят, служили для защиты от чужеземцев. Выходит, плуг был тоже оружием, только служившим защитой? Кроме того, у скифов плуг представлял фаллический символ плодородия. Кстати, выражение «меч – это плуг войны» наталкивает на мысль, что плуг также изображали в виде меча. А еще одну из главных стоек воина с мечом с древних времен тоже называют плугом. Вот и на картах второй изображен меч, а на игральных картах – пиковая масть. Но где могли хранить золотой плуг? Мы предполагаем, что одно из мест локализации артефакта – городище возле городка Саки на западном побережье Крыма. Характерно, что название, хотя многие его трактуют как крымско-татарское, звучит точно так же, как называли прежде скифов во всей Азии – Саки, что значило бородяги или скитальцы – скиты. Считается, что именно в Крыму скифы начали вести оседлый образ жизни для того, чтобы заняться земледелием. Именно здесь, на западном побережье Крыма, в те далекие времена кипела оживленная торговля, ведь скифа испокон веку кормила всю античную Европу. А еще это было место, где специальные воинские отряды охраняли бесчисленные караваны с зерном, прибывавшие сюда на богами дарованный берег. К сожалению, в Саках мы не нашли ничего, кроме намеков. Слишком много времени прошло с тех пор, и следы былого практически неуловимы. Зато в литературе мы натолкнулись на одно узбекское предание, согласно которому в местечке Тойтепа в Азбекистане закопан золотой плуг, а охраняет его, что характерно, гигантская змея. Много лет царь владел удивительным изделием, которое досталось ему от основателя скифского рода, переходя от одного наследника к другому. Это была золотая чаша, которая придавала силы владельцу, оберегала от сглаза и недостойных поступков, свидетельствует древнеримский историк. Для того, чтобы охранять таинственную чашу, говорят, построили даже целый город. Впрочем, судьба города была незавидной. С самого основания он постоянно подвергался нападениям племен, жаждущих заполучить чашу любой ценой. Есть мнение, что золотая чаша, или, как ее называли впоследствии, Святой Граль, до сих пор находится на территории Крыма высоко в горах. Существует даже легенда, согласно которой золотая чаша спрятана на горе Бойко. За этим предметом, кстати, охотились эсэсовцы и оккультная служба Гитлера Анненерба во времена оккупации Крыма в 1942-1944 годах. По официальной версии ничего не нашли, но ордена немецкие археологи, тем не менее, получили. Все главные исторические предания царской Скифии относятся к Крыму, но главные сакральные духовные события связаны с так называемой каменной могилой, уникальным сооружением, расположенным недалеко от сегодняшнего Мелитополя. Сюда, как гласит предание, и были посланы золотые небесные артефакты. Как видите, именно сюда показывает человек, изображенный с картой на главном фрагменте золотой пекторали. Это по-скифский энергетический центр мира. К нам на каменную могилу приезжают и люди, которые называют себя экстрасенсами. Мы знаем всех тех людей, которые якобы чувствуют определенную энергетику. Вот они утверждают, что каменная могила обладает этой энергетикой. И плиты каменной могилы несут положительную энергетику, они хорошо влияют на здоровье человека, на его психическое, физическое состояние. Когда мы уже подошли к завершению нашего расследования, археологи раскопали священный бассейн на Неаполе-Скифском. В нем были обнаружены следы копоти. А это означало, что в бассейне не только собирали дождевую воду, но и проводили ритуалы с огнем, соединяя воедино как минимум две стихии, а скорее всего и все четыре. Не случайно ли мастер на картах Таро символизирует стихии воды, огня, воздуха и земли? И каждая стихия соответствует свой божественный предмет. Так что теперь мы точно знаем, куда переместили и где изначально хранили четыре золотых артефакта. До сих пор мы используем словосочетание гриф секретности и даже не задумываемся над тем, откуда оно появилось. Но ведь грифоны служили не только символом Скифского царства. Они хранили главный его секрет о истории и уникальных артефактах. И даже через тысячи лет память о них остается вместе с нами. Мы только приподняли покров молчания, века медлящийся заговор, окружающий все, что связано со Скифами. Рассказали лишь одну из многих историй, казалось, навсегда загадочно исчезнувших вместе со Скифским народом. Народом, верившим, что он несет ответственность за свою землю, за центр мира, которым исконно считался Крым. И призывавший для успешного исполнения своей миссии, как это ни странно, древних славянских богов. Ведь, как гласит скифское поверье, когда погибнет ковыль в здешних степях, погибнет и земля эта. Что искали эсэсовцы в Крымских горах? Почему Скифскую золотую чашу называли священным Граалем? В следующем выпуске мы отправимся к склонам горы Бойко на поиске неуловимого артефакта и расскажем о его истинном предназначении. Смотрите на канале ИТВ. Теория заговора. Источник жизни. Субтитры создавал DimaTorzok